Оркестра не будет. Германия прощается с Америкой. Неделю назад эти события начинались как фарс. Сейчас же переросли в полноценную драму и рискуют превратиться в трагедию. Памятник на могиле западного единства. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для еженедельника «Звезда». Первая часть. Когда посол США в Польше Джорджет Масбахер внезапно заявила, что Вашингтон готов переместить свои развернутые в Европе ядерные вооружения из Германии в Польшу, никто не усомнился в том, что это неудачная и даже вряд ли согласованная с официальным Вашингтоном попытка шантажа Берлина, проявляющего излишнюю, по мнению США, самостоятельность в вопросах планирования европейской стратегии на российском направлении. Когда рвать с Америкой казалось невыгодно. В отличие от Варшавы, прибалтийских лимитрофов и Киева, радостно поддерживающих планы США по вытеснению Газпрома и других российских компаний с европейского рынка энергоносителей, пытающихся сорвать достройку Северного потока-2, Германия всегда придерживалась в этом вопросе жесткой позиции. Даже вполне проамериканская канцлер Меркель регулярно заявляла своим вашингтонским друзьям и партнерам, что газопровод – чисто экономический проект в интересах германского и европейского бизнеса, и американские попытки политизации данного вопроса неприемлемы. Имеем классический случай непримиримых противоречий. США не желают отказаться от проекта перевода Европы на свой дорогой сжиженный газ, а Германия не может согласиться с американскими требованиями, поскольку тогда европейская промышленность утратит свою конкурентоспособность на мировых рынках. Подобные противоречия возникали и раньше. С большей или меньшей успешностью США подавляли сопротивление своих европейских союзников с помощью санкционных механизмов. Одной из наиболее действенных была угроза в случае непослушания вывести свои войска из Европы в целом и из Германии в частности. Нам эта угроза может показаться смешной, но на европейцев она действовала. Вначале они искренне боялись остаться один на один с агрессивным СССР, а затем их также пугала нестабильная Россия и непонятное постсоветское пространство в целом. Американское военное присутствие на европейском континенте рассматривалось ЕС как гарантия безопасности и стабильности, тем более, что оно не только было бесплатным, но долгое время избавляло европейцев от необходимости обеспечивать достаточное финансирование собственных армий. Практически все 90-е нулевые годы Старая Европа сокращала свои вооруженные контингенты, развивая исключительно компоненту быстрого реагирования. Относительно малочисленные части постоянной готовности должны были иметь возможность обеспечить проекцию силы в любую точку планеты при поддержке авиации и флота. Однако даже эту задачу собственно европейские силы могли выполнять в довольно скромном масштабе. Серьезные операции проводились исключительно с опорой на возможности Пентагона, а контингенты ЕС играли в них вспомогательную роль. Но в последние годы ситуация изменилась. Американцы настойчиво потребовали резкого увеличения европейских военных бюджетов, принятия странами ЕС на себя расходов на содержание американских войск на их территориях, а также увеличения взноса европейских стран на содержание структур НАТО. Лет 20 и даже 15 назад Европа бы попыхтела и согласилась. Американский зонтик обеспечивал странам ЕС долю в перераспределении глобальных доходов в пользу коллективного Запада. Возрастающие военные сдержки на эту долю сокращали, но Европа все равно оставалась в плюсе. Рвать с Америкой было невыгодно. Польша хочет янки, но без ядерного оружия. Но начиная с президентства Обамы, США все меньше выступают на мировой арене как военно-политический союзник Европы. Большая часть военных акций США за последние полтора десятилетия европейцам откровенно невыгодна. И все больше как экономический конкурент ЕС. Соответственно, и американские контингенты на европейской земле перестали рассматриваться политиками Старой Европы, гарантами мира и стабильности, превратившись в их глазах в полуоккупационные войска, обеспечивающие проекцию силы США уже на европейский континент. В американском присутствии были заинтересованы только восточноевропейские лимитрофы. Для них США играли роль силы, сдерживающей одновременно и Россию, и страны Старой Европы, с которой у младоевропейцев существовала масса противоречий. Однако и для них американские контингенты были важны не сами по себе, а в рамках общенатовской стратегии, в рамках которой Западная Европа должна была обеспечивать надежной тылой логистику, позволяющей в короткие сроки резко нарастить американское присутствие. При всей вере отдельных восточноевропейских политиков в непобедимую мощь США, они не могли не отдавать себе отчет в том, что размещенные на их территориях несколько американских батальонов или даже пара-тройка бригад никак не поможет им в случае военного конфликта с Россией, а именно от России они собирались защищаться, не имея обеспеченного западноевропейского тыла. Они просто увеличат численность военнопленных, если не успеют вовремя эвакуироваться. Поэтому в Польше, мягко говоря, не обрадовались информацией о готовности переместить американское ядерное оружие на их территорию. Дело даже не в том, что это делает Польшу первоочередной целью для ответного или даже превентивного удара, в том числе с использованием ядерных вооружений. Поляки стали целью в тот момент, когда разместили на своей территории компоненты американской ПРО. Им оставалось только надеяться, что в случае реального военного конфликта, призванные уничтожить эту систему Искандеры и Калибры, прилетят в неядерном снаряжении. Но гарантии никто дать не мог. Значительно большей проблемой для Польши оказалась бы необходимость за свой счет содержать базы, на которых были бы развернуты и ядерные силы США. Пару неядерных объектов поляки на свое содержание уже взяли, а больше им не надо. Наличие американской военной инфраструктуры дает гарантию, что американцы будут эту инфраструктуру, а вместе с ней Польшу, защищать. Для Варшавы же спокойнее и дешевле, если предназначенные для этого американские войска будут базироваться в Германии. Пусть Вашингтон с Берлином торгуется, кто за это удовольствие должен платить. Тем более, что в случае развертывания в Польше ракетных баз туда переместился бы на польское содержание и обеспечивающий их охрану сухопутный контингент в пару десятков тысяч человек. Все это стоило бы десятки миллиардов долларов. Причем не тех долларов, которые платят американцы и которые так или иначе поддерживают экономику Польши, а долларов, которые должен изыскать польский бюджет, чтобы в конечном итоге профинансировать экономику США. Что, что, а считать поляки умеют. Поэтому заявления Джорджит Масбахер, местные политики и пресса постарались проигнорировать или же комментировать в стиле «поживем, увидим». Продолжение следует. Это была первая часть статьи Ростислава Ищенко. Оркестра не будет. Германия прощается с Америкой.